Канск-2020 проходит в рамках краевого инфраструктурного проекта, объединяющего территории региона. С тренером из Красноярска участники совместно составляли сметы своих проектов, а также придумывали идеи защиты. Впечатления прекрасные. У нас сейчас чуть больше 20 проектов. Каждый из них прекрасный. За каждым из них стоит реальная инициатива молодого человека. Поэтому мне очень приятно общаться, работать с нашими участниками. В принципе, все замечательно. Сами же участники считают, что перед защитой такие лекции крайне необходимы. Именно они помогают выглядеть достойно и доносить до жюри и зрителей свои творческие идеи. Да, конечно, открыл. То есть, составлять паспорт проекта, поправлять, делать какие-то правки. То есть, сначала делал сам, потом узнал, что много сделано неправильно и как нужно правильно это сделать, чтобы зритель тебя понял, услышал и вообще осознал то, что ты хочешь до него донести. На живописной набережной города Каннска пройдет двухдневная художественная выставка. И в первый день можно будет увидеть работы любителей и профессионалов художников. Во второй день ознакомиться с детским творчеством. Профессиональное жюри, которое включало в себя предпринимателей города и представителей администрации, в течение нескольких часов оценивало каждый проект. Начиная от арт-объектов и заканчивая планами по организации путешествия в страну экологии. Недавно я узнала, что у нас в городе очень много творческих и талантливых людей в плане художества. Художников очень много непопулярных. Люди их не знают. И чтобы люди смогли их узнать, понять, кто это есть на самом деле, мы решили сделать такой проект, как «Аварельная поляна». Представители библиотеки имени Стругацких принимают участие уже не первый раз. Благодаря территории 2020 им удалось реализовать немало идей. На нашей территории установлена велопарковка для велосипедов, также культурное пространство, библиотечная парковка, это буккроссинг и сцена. Также скоро на территории появится арт-объект, улитка на склоне. И сегодня также мы хотим заявить себя с арт-объектом, это жук-муравейники и с настольной игрой. Старания не прошли даром. На реализацию своего проекта библиотека получила 13 тысяч рублей. 14 тысяч пойдут на организацию площадки для брейк-данса. Самую большую сумму выиграл проект «След на будущее». Более 16 тысяч рублей потратят на создание сцены у 18-й школы. Всего финансовую поддержку получили 19 проектов. Мария Гринбамова, Вячеслав Морозов, Александр Шумилин, телекомпания «Канск», 5 канал.